Болит живот, плачут, что болит голова или что-то еще перед тем, как идти в детский сад. То есть, с одной стороны, если это баловство, с другой стороны, если это какие-то регулярные жалобы, любой родитель рано или поздно начинает волноваться. Вот возникает первый вопрос. Как все-таки отличить мнимое заболевание у ребенка от реально существующей проблемы? Вы знаете, наверное, каждый специалист, эпидиатр, и вот как мы с Владимиром Лорвачи, сталкиваются с тем, что на приеме когда-то возникает ребенок, и родители этого ребенка, которые беспокоятся по поводу того, что есть вот некоторые жалобы, и они носят какой-то регулярный характер. Конечно, родителям достаточно сложно это отличить, но каждое заболевание, оно подразумевает наличие нескольких симптомов. Поэтому, когда ребенок по-настоящему заболел, мы видим у него слабость, вялость, состояние, знаете, как некоторые говорят, тоска в глазах, даже можно так сказать, это состояние. Отсутствие глибости. Температуру, отсутствие аппетита, ну и так далее. Если ребенок просто жалуется на то, что у него температура, или родители отмечают у него температуру, мы можем, на самом деле, заподозрить некую манипуляцию со стороны ребенка, которая, конечно, характерна для, собственно, обстановки в семье, для его окружения. Наверняка кто-то прибегал уже к таким, скажем так, технологиям, которые позволяют им получить желаемое. Елена, ну а где дети всему этому учатся? Что они в детском садике друг друга рассказывают? Нет, вы же поняли, что обстановка в семье имеет значение. Но они что, у мамы, папы учатся обманывать, что у них температура? Ну, мы помним с вами, что ребенок развивается и входит во взрослую жизнь путем подражания и идентификации. Соответственно, за всю свою детскую жизнь он научается, подглядывает, подсматривает и копит проявление симптомы болезни, так называемое болевое поведение. Для чего? Да, потому что болезнь может стать тем самым орудием, благодаря которому он заставит маму оставить свои взрослые дела и проявить к нему любовь, ласку, заботу, внимание. Да, мы также знаем о том, что болезнь ребенка может соединить родителей, которые находятся в ситуации развода. И, наконец, болезнь ребенка может полностью переформатировать всю семейную систему, дать новые социальные роли семейные. То есть семья будет функционировать в условиях болезни по-другому.